в звезд шоу бизнеса меня зовут василий кашеваров и я рад вас здесь всех вас приветствовать поставьте пожалуйста плюсик как меня слышно если вы меня слышите хорошо чтобы я видел что все нормально и мы сможем начинать поставьте пожалуйста плюсик и начнем а хорошо спасибо меня слышно замечательно я гляжу нас сегодня много здесь давайте пожалуйста напишите кто откуда мне интересно знать кто из каких городов из каких стран может быть к нам пришел а их ну просия понятно ижевск хорошо хабаровск дивеева замечательно так а издание хорошо понятно санкт-петербург хорошо отлично ну география у нас широкая это здорово отлично учиться вокалу будем по всему миру так сказать хорошо спасибо что пришли хорошо давайте так сейчас я вам расскажу о чем это будет семинар что мы на нем будем рассматривать и расскажу какая будет программа то есть какие темы мы рассмотрим сегодня итак давайте двигаться как вы поняли наш семинар называется запеть как звезда как научиться петь за две недели используя восемь секретов звезд шоу-бизнеса то есть вы когда-нибудь задавались себе вопросом я думаю что да какими ключевыми вокальными навыками владеет профессиональный артист что вот он такого знает что вы может быть не до конца понимаете как петь вот так суперски как он а он знает что то такое что позволяет ему выступать длительных каких-то гастролев каких-то больших концертов каких-то передачах записывать там часовые альбомы часами работать в студии и при всем при этом у него получается очень хороший материал вот какими навыками он обладает что он делает такого вот я понимаю в интернете достаточно много информации повсюду много какой-то информации что нужно делать то 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 и у тебя будет вот такой-то шикарный голос но она вся разрозненная она иногда конфликтует между собой и иногда ты не можешь быть до конца уверен стоит ли доверять такой информации потому что там где-то три минуты что-то услышал здесь какую-то статью прочитал но когда берешься это делать вот из ученик новичок он берется это делать то получается не совсем то что слышно на сцене вот задавались ли вы таким вопросом поставьте пожалуйста в плюсик в чате у кого была такая проблема что когда вы начинали делать какие-то упражнения вокальные у вас получалось но все равно это было не то и вам было грустно от того что вот звезды и артисты которые вам нравятся они все равно вот поют лучше все равно у них как-то это получается легче хотя бы вроде бы знаете все все что вот они вот применяют какие-то стандартные вокальные техники и так далее вот кого такая была ситуация когда вот грусть от этого вот одолевала что вот ну вот что он такое знает поставьте плюсики пожалуйста в чат ну ну да была такая ситуация у многих и сегодня мы с вами разберем что применяют действительно большие профессионалы такие певцы как майкл джексон джастин тимберлей григорий лепс валерий кипелов александр градский вот какие приемы и что они такого делают чтобы у них был такой мощный такой потрясающий голос сегодня мы с вами это рассмотрим ну вот я сейчас говорю действительно о хороших звездах действительно которые собирают вот такие стадионы когда зал зажигается когда зал чувствует что у человека необычайный талант у него не ограничены вот практически вокальные возможности вот они от таких вот звездах которые пришли на сцену буквально недавно и вот даже не умеет держать микрофон в руках и поют постоянно под фонограмму естественно не о таких звездах сегодня пойдет речь речь пойдет действительно о мастодонтах и так давайте посмотрим что сегодня в программе нашего онлайн семинара во первых вы узнаете два способа с помощью которых можно определить если у вас голос и вообще музыкальные способности к пению вы узнаете почему на самом деле научиться петь могут 95 процентов всех людей ведь действительно это огромная проблема когда вокалист просто не верит собственные способности вот хочешь начать заниматься музыкой но просто не веришь если у тебя слух если у тебя голос мы узнаем сегодня я расскажу вам два способа с помощью которых вы определите если у вас голос и музыкальные способности к пению а также возрастет ваша уверенность в том что научиться петь может практически каждый человек вы узнаете четыре принципа речевой позиции которые помогут вам петь почти с такой же легкостью который вы разговариваете в обычной жизни да это вот такая вот система когда мы поем как говорим но она на самом деле не так проста как кажется на первый взгляд но знание нескольких четырех ключевых принципов как применять эту речевую позицию делают действительно фантастические вещи когда вы можете действительно свой обычный голос переложить на вокальные какие-то техники и он начинает петь действительно вашим естественным природным звуком следующее вы узнаете три техники правильного вокального интонирования и артикуляции которые применяют звезды и профессионалы большой сцены следующее вы узнаете основные приемы раскрепощения вашего голоса свой в которой вы сможете исполнять песни как высоких так и низких диапазонах вы узнаете принципы правильного дыхания который кардинальным образом изменит качество вашего пения и голоса сразу после их применения потому что дыхание это фундамент всего если делать правильное дыхание то считайте что 70 процентов работы над вашим вокалом уже решены вы узнаете четыре приема с помощью которых сможете увеличить силу вашего голоса как минимум внимание как минимум в два раза а то и больше вы узнаете как сберечь ваш голос не перенапрягая его и как его восстановить в случае повреждения допустим если вы переусердствовали слишком долго пели или допустим пели неправильно и не дай бог потеряли голос вы узнаете как восстановить голос после болезни или срыва вы узнаете как правильно применять полученные навыки в песнях что еще более важно потому что бывает так что человек вроде все упражнения знает вроде знает всю методику но когда дело доходит до песни то получается так что он моментально все забывает и остается может быть максимум процентов 20 того что он усвоил на вокальных уроках он может эти процентов 20 применить остальное куда-то улетучивается и либо не получается это сделать поэтому вы узнаете как применять действительно все эти полученные вот новые ваши вокальные способности в песнях как это перекладывать действительно на музыкальный материал внимание на сегодняшнем онлайн им семинар онлайн вам семинаре будет подарок что это за подарок я подготовил для вас два чек-листа которые говорят о о том как построить свой вокальный урок вот есть такая проблема у многих вокалистов новичков они не знают из чего должен состоять вокальный вокальный урок вокальное занятие что должно быть идти первым что должно идти первым что должно быть вот какие упражнения в общем какие конкретно упражнения нужно от и до применять чтобы достичь результата какие разогревочные возможно какие-то артикуляционные упражнения какие нужно упражнения давать в середине занятия когда приступать к песне какая должна быть интенсивность вашего развития какие насколько широкие упражнения должны применяться в плане расширения диапазона когда приступать можно к расширению диапазоны и так далее когда нужно работать на над артикуляции когда над определенными видами гласных нужно работать когда нужно сосредотачиваться на песне и второй чек-лист о том какая программа вашего вокального обучения должна быть то есть сколько раз в неделю заниматься какой длительности должно быть занятие как это влияет на интенсивность как это влияет на рост вашего вокала в зависимости от ваших индивидуальных вокальных способностей все это будет в чек-листах ссылка на эти чек-листы появится ниже экрана сегодняшнего семинара в произвольное время поэтому смотрите этот вебинар внимательно ссылка может появиться в любое время ну давайте знакомиться меня зовут василий кашеваров я обучаю вокального мастерству более 9 лет я являюсь лауреатом всероссийских вокальных конкурсов серебряные голоса и окружного порядок окружного вокального конкурса полярная звезда я являюсь также соучредителем московской школы вокала арс вокал и студии звукозаписи не он в моем багаже спроектировано более 200 песен на студиях звукозаписи различных и по моим методикам обучается сейчас на данный момент 3635 учеников из них часть учеников обучается в офлайне часть учеников обучается в нашей виртуальной вокальной школе позвольте немножко рассказать о себе мою историю как я начинал свой вокальный путь я начинал вообще обучение музыки еще в семь лет когда меня родители отдали на начало на фортепиано потом я обучался игре на гитаре и потом вот во время всего этого моя мама увидела объявление на заборе о том что в детскую эстрадную студию вокала набираются дети для обучения вокалу выступление на сцене и что это такая была мини фабрика звезд скажем так местного разлива еще в начале 90-х годов вот меня туда отвели и буквально уже через через там два месяца там мы уже начинали выступать на сцене ну представляете мне тогда было 11 лет ребенок в 11 лет уже стоит профессиональным микрофоном на сцене в зале тысячи от 1000 до 2000 человек и мы уже выступаем то есть поем под фонограммы то есть ну фонограммы без голоса конечно но поем в живую то есть вот дети и вот нас обучали мы там учимся петь распеваемся упражнения работа над песнями и потом там какие-то конкурсы какие-то концерты и реально выступаем вот такая у меня была школа я начал заниматься стал занимать определенные места в разных местных конкурсов различных других первые мои конкурсы были и так я проучился пять лет я научился достаточно хорошей базе вокальной такой средней стандартной эстрадной затем моя история такая что я поступил в институт современного искусства в москве на вокальный факультет и учился уже там мне мне было интересно продолжать вот двигаться в этом направлении вообще вот та эстрадно детская студия она как бы открывалась тогда в разных местах россии открывали ее точки такие такая вот какая-то государственная программа была после после которой лучших там лучших выпускников отправляли единиц конечно на утреннюю звезду если вы помните был такой вот конкурс по первому каналу еще тогда показывали вот вот такая вот интересная полезная программа мне повезло в нее попасть я хотел бы сказать большое спасибо всем моим педагогам которые мне помогали в том пути и потом я поступил в институт современного искусства оказалось вот это еще глобальная замечательная ступенька на пути повышения моего вокального мастерства вот проучился я там достаточно длительное время а затем я стал самостоятельно изучать вокальное мастерство мне был был уже интересно как вокал развивается на западе как какие действительно западные методики потрясающие и великолепные я поехал стажироваться к лучшим вокальным тренером в лондон и уже оттуда дополнял свой багаж знаний который скопился уже более там чем там за 15 лет я дополнял его уже западными методиками которые применяю уже сейчас в своем обучении действительно замечательные классные методики в сочетании с российской вокальной школы они работают просто великолепно вот вот такая вот моя история и сейчас я обучаю уже вот у меня уже обучается и занимается по моим методикам 3635 учеников и есть результаты вот например присылал прислал мне отзыв андреевич андрей и вот его буквально через несколько некоторое время после того как он начал заниматься он написал что уже через неделю занятия начал себя чувствовать слышать по-другому и не узнавать свой голос даже когда просто говорю он стал каким-то голос насыщенным опять стало намного легче песня как будто сама из тебя льется очень доволен своим результатом никогда бы не подумал что мой голос может звучать так ярко и особенно и думаю это еще не предел возможности тренируюсь дальше некоторые ученики уже выступают на вокальных конкурсах вот пишет евгения костина о том что курс по вокалу помог не только мне но мы моему другу и теперь мы поем как соловьи и ко дню работников культуры на районном фестивале песни тигильская весна я стал лауреатом очень приятно мне такие письма получать я очень рад за евгению и хочу сказать спасибо что достигайте таких результатов здорово продолжайте дальше и вот письмо недавно пришло прислала любовь из украины и она рассказывает что вдохновилась обучением вокалу и решила открыть уже детскую вокальную школу в которой обучает уже своих учеников и пишет есть уже первые успехи ученики студии принимали участие в традиционных песенных конкурсов вот тут перечисление различных конкурсов вокальных фестивале христианской песни где занимали приз призовые места девочка вот восьми лет заняла второе место на областном конкурсе харевич роксолана стала лауреатом всеукраинского конкурса прикарпатские певицы в 2012 году замечательная очень рад за моих учеников и рад что они достигают таких результатов хочу чтобы таких учеников становилось как можно больше конечно и так давайте рассмотрим восемь секретов которые позволяют профессионалам петь по-настоящему красиво на сегодняшний день в чем состоят эти вот секреты что это за принципы такие на сегодняшний день профессионалы используют на самом деле все существующие техники одновременно но заимствуя полезные приемы для себя индивидуально для своих учеников я выработал технологию которую на самом деле применяют многие но почему-то это вся история не афишируется но действительно применять с профессионалами действительно применяется и у нас на эстраде и за рубежом когда используются и итальянские техники классического кал и одновременно эстрадные техники современной песни вот для современного вокала как раз используется сразу комплекс наработок и итальянские техники и современной эстрады давайте начнем с первого шага что у вас должно быть для того чтобы вы начали петь уже буквально с первых дней после обучения совершенно по-другому чтобы действительно люди не узнали ваш голос на самом деле вот действительно эти восемь шагов они достаточно простые или легкие в применении но просто никто не структурирует инфор эту информацию не выкладывает ее в общий доступ давайте начнем с первого что важнее всего конечно же самое важное с чего стоит начать возможно это кому-то покажется банальным но уверенность своих собственных музыкальных способностях она является первоочередной когда вы не уверены своих способностях все достигается гораздо сложнее иногда просто человек просто опускает руки два самых распространенных вопроса которые я слышу от учеников если у меня голос и можно блин и мне научиться петь то есть люди изначально не верят в собственные способности люди считают что у них нет голоса просто потому что им кто-то это сказал потому что этот стереотип публикуется в интернет статьях в видео во всяких различных передачах которые говорятся вот у него есть голос он поет а у этого нет голос люди никогда не задавались вопросом что даже тот кто говорит что у меня нет голоса он произносит это собственным голосом голос есть у каждого человека задача остается только настроить его на нужный музыкальный лад вот вы должны выглядеть вот так же как этот котенок на картинке вы должны видеть отражение не маленького забитого котенка отражение льва в зеркале вас должна быть уверенность что вы еще больше чем чем даже можете себе представить то есть отражение действительно льва должно вот вот эта картинка она должна быть зафиксирована у вас в мыслях что вы верите собственные силы вывод прям как этот милый котик смотрите зеркало и видите там человека который может выйти на сцену и действительно замечательно спеть просто вы пока еще не знаете как это совершенно не ваша вина вы просто пока не знаете как но богом вам дана такая возможность это главное почему я начинаю с таких простых вещей потому что если человек не верит в то что он достигнет этой цели он просто не не будет петь упражнений с той интенсивностью как положено не будет подходить к изучению песни как положено он просто будет постоянно вот чувствует себя маленьким котенком и в зеркале он будет видеть вообще не котенка а мышь вот давайте двигаться далее и так голос есть у каждого человека он им разговаривает если есть интонация значит есть изначальная музыкальность что я имею ввиду изначальная музыкальность вот я сейчас говорю то могу высокое поговорить то могу низко поговорить дом богу тихо поговорить то могу резко поговорить прямым лоским голосом я могу прыгать и наверх и вниз и глубоко вниз на бас Если вы можете сделать то же самое, значит голос и интонация у вас есть. Значит вы можете воспроизводить верхние, средние и низкие ноты. Все. Больше вам ничего не нужно другого. Вам нужно только это. Это что касается голоса. Далее. Тембральная краска вашего голоса это ваша индивидуальность. Случалось ли у вас? Вот поставьте пожалуйста плюсик в чате. У кого была такая проблема, когда вы начинаете себя записывать или не дай бог слышите на камере со стороны как вы разговариваете. Или поете, что вам хочется сказать. Блин, что за ужасный голос вообще? Что вообще, как я мог родиться вообще таким? Почему у всех нормальный голос? Почему у меня нет? Вот поставьте плюсик пожалуйста в чат у кого такое было. Когда вы действительно вот так вот чувствовали себя, вот так фигово, в такой яме находились. Поставьте пожалуйста плюсик. Вот кто не ожидал свой голос услышать не таким как... Вот вы думали, что вы сейчас запоете как соловей. А голос просто он для вас новый какой-то. Вы не узнаете собственный голос? Ну да, вот у многих конечно же была такая ситуация. Конечно. Я помню, как я первый раз себя записывал. Это было страшно. Мне тогда было 14 лет. Мы еще тогда на кассетах записывались. У нас были старые электрогитары, бас-гитары. Мы записывали альбомы. Мы пытались там что-то петь. Я начинал петь. Тем не менее, я уже до этого занимал какие-то места на каких-то вокальных конкурсах. Но записывая себя на кассету, я просто поражался. Блин, ну как же так? Что с голосом-то не то? Почему он такой странный? Вот. Но вы должны понять, что тембральная окраска вашего голоса, вот это ваша индивидуальность, она является вашим коньком. Она является тем, что будет вас отличать от других. Через какое-то время вы просто влюбитесь в собственный голос и подумаете, спасибо, Господи, что ты наградил меня именно таким голосом, а не как у всех. И это будет давать вам только плюсы. Я просто помню, как я себя записывал тогда. Действительно, мы жили в маленькой квартирке. Это было там в северном городке я жил. Мы с другом, я был гитарист, он играл на бас-гитаре. Мы включали на синтезаторе звук барабанов. И у нас была такая группа, такая детская. Мы потом еще в рок-фестивале даже участвовали. Но когда мы первый раз попытались себя записать, я остановил и сказал своему товарищу, что Друг, давай сегодня ничего не будем записывать, потому что у меня наступила такая депрессия. Как быть? Я просто не узнаю свой голос. Что делать? Я впервые услышал собственный голос. Вот. Следующее. Если окружающие говорят, что у вас нет голоса, не верьте им. Если это говорят, допустим, чужие ваши люди, просто перестаньте с ними разговаривать на эту тему. Если бывает такое, что близкие начинают внушать вам, что у тебя нет голоса, ну куда ты лезешь, ну что за ерунда, да не сможешь ты петь. Не надо, не верьте им. Просто не разговаривайте на эту тему. Просто обходите эту тему стороной. Они не знают, что говорят, собственно. Я вам сейчас говорю, как человек, который обучил уже не одну сотню учеников, что вы можете спеть с вероятностью 95% практически так же, как ваш любимый исполнитель. Ну, конечно, там плюс-минус, но более-менее среднего результата способен достигнуть каждый человек. Просто если он этого хочет, если он применяет определенные методики по раскрепощению голоса, по постановке вокала, по работе над дыханием, работе над песнями. Если он все это применяет, вот, скажем, не супер такого ахового, но среднего, срединного результата каждый может достигнуть. Не говоря уже о том, что многие достигают таких высот в пении, о которых даже изначально не подозреваешь. Вот была у меня одна ученица, которая спустя там 3 месяца или 2 месяца, я не помню точно, но достаточно какой-то короткий срок, она пришла практически не умев петь. И через некоторое время она мне рассказывает, как она выступала на свадьбе. Я такое слушаю, ну здорово, классно, хорошо, что ты туда идешь, как бы, ну и что, как вообще? Она говорит, заплатили 15 тысяч за вечер, и у меня челюсть отвисла. Она только что была нашей ученицей, она и оставалась, да, но она недавно пришла, и она уже выступает так, что ей платят деньги. Вот, понимаете, то есть это может стать вашей профессией. На самом деле, действительно, можно пойти даже петь в ресторан и зарабатывать этим деньги. У меня есть знакомый, который зарабатывает в месяц порядка 3 тысяч долларов просто потому, что поет. Поет он, не сказать, что шикарно, прям офигенно, но он это делает. Вот, и это, как бы, даже может стать вашей профессией не только хобби, если вы хотите научиться петь. Поэтому верьте в собственные силы, верьте в то, что вы можете это сделать. И почему я на этом еще раз остановился, на уверенности? Потому что первое, что знают про себя звезды, то, что они могут петь красиво, то, что у них есть уверенность. И это, пожалуй, фундаментальная особенность. Следующее. А слух, если вы считаете, что вдруг у вас нет слуха, то слух развивается определенными упражнениями. Как я говорил, вы уже можете исполнять верхние, средние, низкие ноты. И если вы применяете определенные упражнения, у нас есть курс по развитию слуха, такой большой и детальный. Естественно, в рамках нашего онлайн-семинара я не смогу рассказать вам, как развивается слух. Но у нас есть целая система, курс по развитию слуха. Мы с моим коллегой-педагогом Ксенией записывали этот курс специально для тех, кто хочет улучшить точность попадания в ноты. Улучшить свой собственный музыкальный слух, различать различные партии музыкальные и так далее. Чтобы больше не фальшивить, чтобы всегда попадать точно в ноты. Это все развивается благодаря упражнениям. Тут никаких секретов и талантов знать и иметь талантов не надо. И уверенность это то качество, которое нужно развивать. Если вы сейчас чуть-чуть поверили, возможно, в себя, хорошо, молодцы те, кто поверили в себя действительно сильно, то вам нужно еще повышать веру в свои собственные способности. Уверенность в своих силах певца должна расти и будет расти с первыми, даже самыми небольшими успехами в пении. То есть, если вы уже споете какое-то упражнение и действительно увидите, что вчера вы пели вот как-то вяло, как-то корявенько, как-то тихо, неуверенно. Но после того, как вам станут известны определенные упражнения, когда вы примените какие-то техники, вы сразу же, вот буквально сразу же, если вы никогда не пели, вы почувствуете, что ваш голос начинает расти. Прямо вот первые 10 минут занятия и у вас сразу будет расти уверенность. Когда вы начинаете петь песню уже с первыми знаниями, которые получаете, у вас уверенность еще увеличится и она будет расти. Поэтому верьте в свои силы. Поставьте перед собой цель. Вот многие говорят, что я не могу петь, потому что я стесняюсь окружающих. Поставьте цель перед собой. Что вам важнее? Мнение окружающих или ваш творческий успех? Наверное, ответ очевиден, да? Вы не должны бояться петь дома. Вот те, кто боится петь дома, всякие упражнения, всякие песни. Поставьте плюсик, пожалуйста, кто боится петь громко дома. Просто потому, что он боится соседей, он боится реакции окружающих. Ну, скажем, домочадцы, да? Они скажут, ну что ты шумишь, да? Вот я вам расскажу такую историю. Я, когда учился в Институте современного искусства, мне очень сильно повезло с педагогом. Моя преподавательница, она была достаточно такого сложного характера, и мне приходилось не в Институте с ней заниматься, а ездить к ней в Новогиреве. Это был час или полтора езды от моего Института на метро Багратионовского. И вот я после занятий на институте сажусь в метро, плачу там жетончики, ну тогда уж не жетончики, а карточки были, еду, все, слушаю музыку в плеере и еду к ней. Ну, почему она могла себе такое позволить? Потому что это преподавательница, которая ранее преподавала у Дианы Гурцкой, у многих фабрикантов, у Юрия Титова, у Нюши. И она действительно классный педагог, вот, и поэтому к ней надо было ехать. Она жила в квартирке в Новогиреево, я доезжал в Новогиреево, садился на трамвай, проезжал 4 остановки, потом еще 2 квартала пешком шлепал до ее квартиры, звонил в домофон, просил открыть, забывал постоянный кокот, она на меня наругалась, поднимался на 5 этаж. И вот, наконец-то наступал вокал, но нет, прежде чем позаниматься, она любила долго побеседовать, там, рассказать, там, о своих новостях, поспрашивать, порассуждать, вот. Но то время, которое осталось для занятия, оно покрывало слегкой все вот эти вот трудности, вот. Но что я хочу сказать, что она поразительно, она имела поразительную уверенность, пробивные качества, и ей было абсолютно по барабану, что вокруг, вот она живет в многоквартирном доме, да, и вокруг там соседей, у нее стояла пианино дома, а потом я видел даже рояль они туда принесли. И она распевала учеников громко, ну реально очень громко, ну представляете, как может хорошо громко настоящий качественный вокалист распеваться. Рядом ходил ее муж, там, сын, и им уже было пофиг, они привыкли, это ее работа, это ее творчество, это ее жизнь. И она, представляете, с утра до вечера, и семья смирилась, все соседи смирились, и ничего, просто она поставила себе конкретно, ну, противовес, на две чаши весов положила. С одной стороны, мнение окружающих, со стороны творческий успех, что важнее, естественно, второе. Вы не должны поэтому бояться петь дома. Вы не должны бояться петь так громко, как вам это необходимо. Иногда бывают такие упражнения, когда действительно нужно подать голос, прям, ну, я сейчас, конечно, сутрировал, но бывает там, нужно крикнуть, сильно. Вот, это я еще очень тихо кричу. Вот, бывает, что это нужно. Но многие боятся, они действительно, они действительно после этого замыкаются в себе. То есть, они не могут спеть громко звук, и у них здесь задавленность на связках появляется сразу. Они придушивают себя всегда. Да, и это все уже даже перекладывается на те моменты, когда уже человек поет не дома, никого не должен бояться, казалось бы, на сцене. А вот этот рефлекс, задавить громкость своего голоса, он появляется постоянно. Поэтому нужно не бояться петь громко. Не бояться этого. Так, как необходимо. Конечно, не нужно орать, но нужно давать волю своему вокальному инструменту. Вот, двигаемся далее. Не стесняйтесь собственного голоса. Пройдет немного времени, и вы будете благодарны своему голосу за его уникальность. Существует масса примеров, когда человек не уверенный в собственных способностях, после обучения по определенным техникам, даже начинал неплохо зарабатывать пением. Ну, я вам уже рассказывал о нашей ученице. Люди любого возраста могут научиться петь на достаточно хорошем уровне. Вот еще один миф, который я хочу развеять. На самом деле, научиться петь можно в любом возрасте. Да, да, в любом. И вот пример моего ученика, глубоко уважаемого, Владимира Никитича Карпова. Вы сейчас видите скриншот письма, который он мне прислал. Пишет он, выражаю вам и всем вашим коллегам искреннюю благодарность за огромную помощь, которую вы оказали мне во владении вокалом. Мне 87 лет, и я профессиональный военный. Дальше он рассказывает, чем он занимается. И вот он пишет ниже. Вместе с хором мы успешно выступаем на различных культурных площадках города и области. Человеку 87 лет, большое ему уважение и поклон. В 87 лет человек учится петь и достигает успехов. Я дальше буду рассказывать о том, как достигают успеха дети. Ну, вы уже, в принципе, видели, как дети занимают места и обучаются, и выигрывают вокальные различные конкурсы. Но вот вы сейчас видели пример, что и в таком, в столь почтенном возрасте человек достигает таких хороших успехов. Вот. Старайтесь себя часто записывать, чтобы повышать свою уверенность. Старайтесь себя часто записывать, слушать, как вы поете, как у вас меняется голос. Начните с простого. Начните, если вы вообще прям новичок, начните с самого простого. Начните копировать манеру любимого певца под его песни. Ну, вот просто. Вам может показаться, что это глупо, но вы просто прям ноль в ноль, ноль в ноль копируете, копируете, копируете. А потом просто спойте это уже без его голоса. Вы сразу обретете уверенность в силах. Вы сразу после того, как вы уже выключите этого певца, вы почувствуете, что у вас какие-то навыки новые приобрелись. Что-то новое появилось в голосе. Что-то, с чем вы раньше не знали, что у вас может быть такой голос. Что вы можете делать такие легкие пассажи, опевания, какие-то вибрато, какие-то тонкости. У вас появится новая манера звукоизвлечения. Вот это первая основа, с чего стоит начать новичкам. То есть, если вы только-только начинаете, вам, как и для того, как и сам новичку в любом деле, нужно от чего-то отталкиваться. Вам нужно брать что-то за пример. И когда вы, вот какой-то даже, да, вот, как узнать, что молоко белое, да, вот с чем его сравнить, если не с чем. Вот вы должны отталкиваться от какого-то певца. И вы выключите потом фонограмму и спойте отдельно. Вы сразу получите новый мощный толчок. В общем, я сейчас вам рассказал, как получить уверенность в собственных музыкальных способностях. Распевайтесь также, конечно, под фортепиано. Фортепиано, почему это нужно? Если вы просто знаете какие-то упражнения, их нужно петь под мелодию. Это может быть под синтезатор, фортепиано, под даже гитару. Но какая-то мелодическая тональность должна быть, чтобы вы не плавали в тональности, чтобы вы были в рамках четко заданной композиции, заданного лада, заданной гармонии. Вот. Либо сами играйте, либо пусть вам кто-то подыграет, либо какие-то там еще распевки. Подберите мелодию любимой песни и исполняйте ее отдельные фразы вместе с фортепиано. То есть, вот не получается какая-то мелодия. Взяли, бац, на фортепиано, сыграли. Вот. Начните постановку своего голоса с простых разогревочных упражнений. Сначала с разогревочных. Итак, переходим ко второму. Артикуляция и работа речевого аппарата. Когда вы уже получили уверенность, начинаем работать над артикуляцией. После проделанной подготовки по разогреву голоса приучите себя обращать внимание на согласные звуки. Согласные звуки очень важны, потому что они позволяют нам отталкиваться, ставить платформу для наших гласных звуков. Если не будет этой платформы, гласный звук уйдет в болото. Он провалится. То есть, Если я пел бы так, То есть, не открывается согласный звук, не открывается и гласный. А если я чеканю звуки, если я отталкиваюсь от них, если я их как молоточком отбиваю, то они звучат замечательно. Обратите внимание, не глотаете ли вы отдельные слоги или буквы. Они должны четко произноситься. Согласные звуки в конце каждого слова не должны бросаться, вот так кидаться. Они должны быть произнесены. Ну, допустим, есть такое, ну, просто пропоем какое-нибудь слово. Любить. Вот спета нормально, правильно. А как это звучит, когда человек бросает окончание? Звучит это так. Любить. Где-то там тихо он сказал тихо. Где-то, но зритель этого, слушатель точнее, этого не услышал. И сразу теряется какая-то профессиональность. Какая-то что-то теряется. Уже нельзя назвать этого человека действительно хорошо прям поющим. Ну, может быть, да, он звучит как-то, может, он там гласный хорошо, может, все хорошо у него получается. Но он не обращает внимание на согласные, и песня начинает разваливаться. Используйте каждый согласный звук как платформу для отталкивания, чтобы дать силу гласному звуку. В то же время переносите гласные звуки как по ступенькам, без подъезда к нотам. Ну, например, Вот это было по ступенькам. Если будет без ступенек, Плавание. У вас должно быть все очень четко. Все должно быть на своем месте. Тренируйте упражнение на артикуляцию, чтобы придать эластичности вашему лицу, языку, губам, небу и мышцам лица, чтобы повысить свою артикуляцию. Главное в произнесении слова это первый слог. Вот то самое бельканто, о котором многие говорят, это вот как раз заключается в этом принципе. Мы акцентируем внимание на первом и последнем слоге слова. Все, что в середине, оно не важно. Оно будет произнесено. Но первый и последний слог, самое важное, это то самое бельканто, которое многие ищут. Это вот оно. Запомните этот принцип. Можно поделать упражнение лошадка для повышения артикуляции, упражнение шпага, упражнение... Упражнение язык и скороговорки. Упражнение лошадка, это звук. Упражнение шпага, это имитация протыкания языком, как шпагой щек. Это тренирует наши мышцы. Языка, губ, лицевые мышцы. Упражнение язык, когда мы жуем твой язык. И различные скороговорки. Все это нужно для повышения артикуляции. Переходим к следующему. К третьему пункту. Правильное дыхание вокалиста. Это, конечно, тоже очень важно. Это, наверное, ключевое. Вот ключевое такое место. Если оно у вас поставлено хорошо, то все остальное, оно происходит самостоятельно. Оно происходит как-то необычным образом. Вы начинаете чувствовать, что у вас будто бы голос вам даден. Вот Богом неожиданно на вас свалился талант. Я помню, что когда я обучался долгое время в музыкальной школе, в эстрадно-джазовой студии, уже был какой-то багаж. Но когда я пришел в Институт современного искусства, действительно, к профессиональному московскому педагогу, первое, что она начала делать, это говорить, что, Вася, у тебя очень плохо с дыханием. То есть, вроде все ты держишь, но потому что у тебя нет сбалансированного, круглого, объемного, ровненького такого срединного дыхания, все сбивается. Все сбивается. То есть, я то беру много дыхания, то беру мало. И в результате очень сложно потом контролировать всю песню. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Вот у кого такое было, что вы вроде все делаете правильно, но постоянно либо забываете дыхание, либо не знаете, как дышать. То есть, вы не знаете технику дыхания. Вроде какие-то методики есть, но они то ли не сочетаются между собой, то есть, буквально противоречат себе. То есть, у кого есть проблемы с дыханием? Поставьте, пожалуйста, плюсик. У кого вот такое было? Угу. Хорошо. А все это почему, друзья? Потому что дыхание есть обратная сторона нашего пения. И мы с коллегами записывали целый полноценный курс по дыханию. В который я включил методики и нашей российской современной эстрады, и итальянской эстрады, плюс западные методики, лондонские, которые я почерпнул для себя. И я сейчас, естественно, я не смогу полностью рассказать. У нас есть целый тренинг на эту тему, где мы говорим, как правильно дышать. Но вкратце я смогу пройтись и что-то рассказать, какие-то детали. Вот. Дыхание – это обратная сторона нашего вокала. Это изнанка красивого вокала. Это действительно, вот, по сути, представьте себе, что такое вокал. Вот тут наш голос, а тут дыхание. И вот как, вот, это как поршень, да? Вот, насколько давит дыхание, столько выходит голоса. Ну, ведь так и есть, да? Он как, мы же как насос работаем. У нас легкие работают как насос. Легкие с диафрагмой давят, голос выходит. Верно? Так вот, если у нас здесь бардак, то почему по эту сторону зеркала должно быть все нормально? Вы не задавались себе таким вопросом? Поэтому, если здесь все хорошо, то здесь должно быть тоже, не то, что должно быть, оно будет хорошо. Вот. От того, каким будет дыхание, зависит все. Сила голоса, высота ноты, уверенность в звучании, сохранение здоровья связок. То есть, вот, действительно, из-за этого можно просто угробить все связки. Вы больше не сможете никогда петь. Вы посадите себе голос, если не будет правильного дыхания. От этого зависит позиция, артикуляция, возможность развития диапазона. В принципе. То есть, вы сможете петь высокую ноту или нет? Вот от этого зависит. И смешение регистров. То есть, когда мы поем уже субтоном, там, когда мы поем самые такие высокие ноты, когда мы балансируем средние, высокие ноты, стараемся их выстроить в одной плоткости, что они у нас не разваливаются. Все это зависит от дыхания. И, конечно же, от дыхания зависит восприятие пения слушателем. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики в часть. У кого было такое ощущение? Вы слушаете вокалиста, и тут он вроде поет-поет хорошо, а потом, бац, что-то вы чувствуете. Вот сейчас дай ноту, давай, вот сейчас спой, сейчас будет замечательно. И вы такие ждете, а он хоп и проваливается что-то. Или зажимается там наверху. И вы такие, ну, блин, ну, друг, ну, как же ты так мог? Ну, как ты мог вот такую ноту запороть? Было? Вот у кого такое было ощущение? Поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. У кого вот такое было? А поставьте два плюсика, у кого было у самих такое, когда вы хотели, вот-вот я сейчас спою, вот она у меня в голове, эта нота звучит, а я вот сейчас спою, и я ее запараю. Вот поставьте много плюсиков, у кого вот такое было. Или поставьте вот единицу, что, вот, естественно, это очень плохо. Поставьте минус, у кого такое было, когда вы сталкивались с этим в личной практике. Так вот, друзья, это все зависит от дыхания. Возьмите себе за правило обращать пристальное внимание на дыхание. Прямо вот реально, вот на упражнениях, а потом и в песнях, что мы часто забываем делать, обращать внимание на дыхание в песнях. Набирать дыхание следует не более 70% заполняемости легким по внутренним ощущениям. Естественно, здесь нет никакого градусника. Ну, если вы чуть-чуть наберете, то, соответственно, голосок будет маленьким. Если вы наберете очень много, все, вы будете стараться выплеснуть быстрее это все дыхание, и у вас будет срываться голос. Поэтому 70% аккуратненько набирается воздух, и удобно, легко, хорошо поется и разговаривается вот таким громким, уверенным голосом. Набор воздуха производится в позиции и ощущение следующей гласной, которая будет исполняться. То есть, предположим, вам нужно спеть звук Э. вам нужно успеть и вы должны набирать дыхание таким образом смотрите умы есть какая-то определенная речевая позиция то есть определенный уровень объема неба неба это верхняя часть вот гортани то есть определенная какая-то уже позиция выстраивается когда вы говорите мэ мо у вас разная речевая позиция так вот дыхание нужно набирать в той позиции которая гласная который будет исполняться в будущем то есть готовить речевой аппарат заранее вот еще одно правило и один такой секрет необходимо соблюсти баланс при наборе дыхания в отношении того чем набирать воздух от многие сомневаются то ли носом набирать дыхание то ли ртом набирать дыхание да как это лучше делать на самом деле каждый принимает для себя то как ему удобно конечно очень хорошо набирать если вы много интенсивно по этим носом не сушатся связки нет засушивание слизистой и петь дольше можно легче но не всегда это возможно и самый оптимальный вариант это набирать и носом и ртом сбалансировано 50 на 50 как вам удобнее это делать если вы интенсивно поете лучше больше носа если немножко по этим можно ртом так иногда бывает легче вот но главное даже не это главное то как набирается воздух либо грудью либо плечами да вот как набирать воздух либо животом набирать диафрагмы да и вот все вот расходятся во мнении как набирать на самом деле используя эстрадную современную методику плюс итальянский вокал мы сейчас естественно с вами говорим о том как петь современно хорошо я не учу как петь как луча на повороте как шаляпин нет мы учим петь так как поют сейчас на эстраде как поют на эстраде действительно профессионал они все подряд не звезды в кавычках нас современное пение но красивая благородная мы совмещаем итальянское дыхание и эстрадно и самое эффективное что говорят самые опытные педагоги и как оказалось после моей практики в лондоне это оказалось правдой что и в лондоне такую же систему применяют это набор дыхание жабрами что такое жабры это такое абстрактное выражение жабры это наши ребра вот они как расходятся на у нас вроде и живот двигается и ребра и чуть-чуть плечи и самое что самое важное вокалист должен раздуваться как шарик я с объясню одновременно двигаются немного живот немного грудная клетка и немного плечи то есть у вас нет что-то там нижняя часть шарика двигается или серединка или вверх у вас полностью шарик надувается воздух должен проходить грудную клетку как в бочку это вот такой секрет вот вам упражнение простое встаньте к стене спиной и попробуйте набрать воздух вот как я вам говорю раздувается шарик ваша грудная клетка это шарик должно появиться ощущение отталкивания от стены грудной клеткой вот с вас со стороны вашей спины вы становитесь спиной к стене набираете вот как я вам говорю жабрами воздух и вас отталкивает от стены и вот это правильный набор воздуха тренируйте объем дыхания считая вслух делайте такой звук и считайте сначала до 4 потом набирайте делайте то же самое до 8 потом 16 24 28 32 64 чем дольше вы сможете просчитать тем сильнее будет ваша дыхалка тренируйте упражнение на тишину дыхания что это такое упражнение собачка чтобы ваше дыхание работал вот когда мы от кого-то бежим да или найти как бываешь там бежишь и тут тебе нужно ответить важный звонок или просто звонок какой-то да и когда ты не хочешь чтобы человек слышал что ты бежишь что ты запыхался ты начинаешь как-то сдерживать дыхание то есть ты мог бы говорить так алло здорово я тут занят а ты можешь делать так алло здравствуй да я я сейчас в офисе да валентин степанович все я могу разговаривать все хорошо я уже на месте да когда опаздываем на работу но делаем вид что мол мы как бы уже все успокоились мы никуда не бежим не торопимся мы сразу делаем дыхание тихий так вот это можно использовать как упражнение мы берем ладошку и дышим сначала просто дышим как собачка запахать а теперь мы делаем то же самое только мы стараемся делать это беззвучно то есть почти не слышно вы чувствуете дыхание вашей ладонью но вы не слышите это дыхание вот громко сильно прямо но не слышно ну чуть-чуть буквально вот такое дыхание в принципе должно быть во время пения это вот поделать такое упражнение она хорошо влияет на развитие дыхания следующее упражнение хим-хэм-хам наберите 70 процентов вашего ваших легких заполните наберите воздух бочкой в шарик и сделать так хим мягко хим-хам поговорите так чувствуйте чувствуйте как у вас не оба округлилось сделайте его округлым легким хим-хэм-хам вот ваш вокал должен быть именно таким или если бы я делал то по-другому хим-хэм это было бы задавлено так вот мы работаем над срединным гармоничным диапазоном дыхания вот это упражнение будет развивать именно такой срединный тип дыхания ни в коем случае не добирайте воздух во второй раз то есть вы набрали и потом еще чуть-чуть не хватило еще добрал нет набрали замкнули все поем только с этим объемом воздуха и главное обращайте внимание на сам процесс дыхания во время упражнения пень не забывайте об этом и вы действительно вы увидите услышите и услышат ваши слушатели как изменилось ваше пение если вы просто начнете обращать внимание на дыхание ну просто будете вот все как напоминалочку в голове держать вы просто услышите какие невероятные результаты дает именно работа над дыхание 4 это правильная вокальная речевая позиция она конечно тоже очень важно когда мы освоили дыхание поставили голос развили слух мы уверены в собственных силах мы ставим вокальную речевую позицию речевая позиция это положение форма нашей улыбки рта во время пения ни в коем случае не делайте такую маску не пойте так вот многие учат но это очень очень старая закостенелая система петь на маске это если вы посмотрите западные вокалисты никогда не поют с таким выражением лица речевая позиция это легкая позиция скажем так речевого пения но немножечко утрированного то есть если мы в жизни говорим эй эй да то в вокале мы делаем так эй мы чуть-чуть еще сильнее улыбаемся еще чуть-чуть уголки рта раздвигаем как бы ну улыбка расходится ниже чуть-чуть опускается челюсть чуть-чуть приподнимается не оба верхняя часть рта и получается вот эта речевая позиция от глав от правильной позиции зависит не будем ли мы зажиматься вот можно дыхание делать замечательно все делать но если у нас будет вот такая вот такой рот сжатый мы не будем открывать у нас небо будет придавлено к языку то запоймем верхнюю ноту и у нас получится такое поставьте пожалуйста плюсик в чате у кого такое было что вы слышали что вот вокалист так поет вот и он там давится и поставьте пожалуйста минусик у кого такое было у самого когда вы сами пытались наверх спеть там там и у вас кашлять хотелось у вас зажималась гортань поставьте пожалуйста минусик у кого такое было ну конечно да естественно это распространенная проблема да и от правильной позиции будет звучать будет зависеть как будет красиво звучать вокал будет ли он интересно звучать сможете ли выбрать высокие ноты позиция каждой гласной должна быть разных вот еще момент например то есть если мы в жизни говорим если кто-то привык говорить таким маленьким ртом здравствуйте там там меня зовут то-то-то-то-то-то-пам-пам-пам-пам-пам вот что-то такое да то в вокале каждая гласная должна выделяться какой-то ноты то есть а а у вот вы должны запомнить такие позиции и это на улыбке и это та же самая улыбка только чуть ниже челюсть а это улыбка но челюсть еще ниже опущена а о это как обычная она больше сильнее открываем рот и поднимаем верхнее него и у то же самое но как бы тоже мы говорим у но стараемся шире шире раскрыть рот ниже опустить челюсть вот типы позиции и а у вот которые я вам объяснил распределение голоса ближе средней дальше мы должны если мы хотим научиться действительно петь замечательно то должны чувствовать как чувствовать динамику нашего вокала вы должны мыслить немного абстрактно когда занимаетесь пением если вы поете тихие звуки то вы должны ощущать что ваш голос находится где-то перед вашими губами вы тихо поете вы тихо разговариваете если вы же говорите громко вы чувствуете как голос отдалился и он примерно расстояние вытянутой руки от вас или если вы поете а громко вы уже чувствуете как он там метр на три улетел или когда очень громко он улетает далеко не буду конечно очень громко не буду вас пугать но вы понимаете к чему я клоню вы должны это себе чувствовать как двигается ваш голос небо должно быть положение горячая картошка всем знакомо такое ощущение когда мы берем что в рот что-то горячая там картошку маленькую ну что угодно и она горячая мы такие делаем так чтобы не обжечь вот не дай бог небо не обжечь мы поднимаем вот наши небо и это и есть тот самый пример прием с помощью которого мы можем поднять небо она у нас раскрывается и все вокал становится объемным на громких нотам нотах как я уже говорил задействуем дальность звука как будто мы говорим человеку вдалеке тогда секрет сразу открывается звук поставленный вокал вообще это расслабленность плюс осознанность и контроль когда мы вращаем свой голос возвращаем свой голос к природе когда расслабляется гортань появляется природное хорошее дыхание вот он есть аналогия с машиной вообще вокал это такая штука которая снаружи она выглядит изящно само собой все происходит красиво да вот как мы слушаем допустим градского до александр градский великолепный шикарный голос ну просто ну когда его слушаешь мурашки бегут вот по коже и ты блин думаешь и даже многие идут в школу вокала только чтобы так научиться петь ну как же это здорово а на самом деле вот за этой всей скажем красотой за всем этим блеском великолепием такого вокала скрывается огромная работа человек чувствует каждую деталь каждую мелочь как он где поет он знает где он сколько вот прям по микронам тут такая позиция здесь столько дыхания здесь проконтролировать вот такой звук здесь вот четко опять такую ноту то есть происходит процесс огромный процесс и профессионалы уже этот процесс делать автоматом и уже в основном на эмоциях работают залом они уже автоматический процесс вокала уже себе зафиксировали в голове он их сам собой происходит но когда мы только учимся у нас эти процессы становятся это вот как аналогия с машины вот сидим в мерседесе замечательно хорошая машина да она везет нас плавно мы ничего не замечаем открываем дверь садимся в салон включаем музыку кондиционер что там нам очень комфортно нам ничего не мешает машина по кочкам проезжает какие-то колдобины какие-то неровности какие-то вот всю суету внешнего мира отключая для нас но внутри происходит в машине такие процессы какие-то поршни двигаются что-то горит как какие-то искры какие-то электрические сигналы что-то где-то двигается вот я когда сажусь в машину я там слышу что она как она там чик 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 что-то там подвинулся она что-то делает и обеспечивает мне этот комфорт то же самое с вокалом это огромная кухня внутри происходит и когда мы делаем это из раза в раз это все даже становится автоматом нам легче это петь и мы уже можем работать с эмоциями с эмоциями слушателей пятый шаг это раскрепощенный голос это важнейшая тема когда мы поставили голос когда все предыдущие пункты в нашем вокале учтены приходит время сосредоточиваться все больше и больше на раскрепощение своего голоса то есть пора развивать диапазон пора добавлять вокальные украшения пора брать такие песни которые нам раньше не давались и все предыдущие пункты работали на раскрепощение но теперь мы все это делаем своей основной задачей то есть все предыдущие пункты мы ставим свою целью раскрыть свой голос сильно раскрыть его новые возможности у нас есть целый курс и тренинг по раскрепощению я не смогу все рассказать в рамках одного нашего онлайн семинара но что-то такое ключевое вам дам конечно не все но какие-то основные принципы что дает раскрепощение что это такое вот эросром азоте например ну как он поет как он как он легко это все делает как он смачно вкусно это все поет а все это достигается благодаря тем прием которые мы обсуждали ранее и техники раскрепощения голоса природный голос мы получаем когда раскрепощаемся который контролируем вот у кого было такое вот кому снился сон допустим или вы представляли что вот у вас в голове звучит голос ваш голос звучит так красиво так прекрасно но вы подходите к микрофону или там на занятии или просто поете а голос звучит не так как мыслях то есть вы в голове слышите что вы поете так что вам овация тысячных залов но только стоит запеть то у вас вот все по-другому у кого такое было ну поставьте плюсики пожалуйста я сам помню по себе когда блин думаю сейчас вот я запою ах а тут надо блин большие какие-то усилия приложить что-то спеть как-то поработать какие-то какие-то включить какие-то приемы вокал то есть я не знал как это делать но я выработал систему которой обучаю сейчас своих учеников и теперь я понимаю как можно раскрепостить природный голос который можно контролировать вот кто мечтает об этом давайте помечтаем кто вот хотел бы чтобы его голос был такой же как в голове вот кто этого бы хотел поставьте пожалуйста плюсик чтобы вы пели так красиво как звучит и у себя в голове поставьте пожалуйста плюсики поставьте пятерочки вот так вот раскрепощение дает нам природный голос который мы контролируем его естественные широчайшие возможности вы представляете Какое золотое руно Заложено в этой технике Мы можем без ущерба Весьма серьезно развивать свой диапазон То есть многие, вот новички Вот самые-самые новички Они после того, как приходят на обучение Могут развить даже Даже октаву своего диапазона Могут повысить, вот такое даже бывает Те, кто уже какое-то время занимаются Они могут на 2-3 тона, пол октавы Повысить свой диапазон Я сейчас говорю только о грудном голосе Я не говорю сейчас о псубтоне, о фальцете О миксте наверху Чисто о грудном голосе Мы можем исполнять на самом деле На порядок больше песен, чем раньше И это легче, чем кажется Мы умеем смешивать регистры Пользоваться фальцетом, субтоном Брать самые высокие и самые низкие ноты И с легкостью, без напряжения Без усталости, без дрожания Без срывов Все это делается с помощью техники Раскрепощения голоса Ключевые принципы раскрепощения Это правильная позиция Плюс правильное дыхание Умноженное на 2, а то и на 3 Это средний объем дыхания Это средний объем поднятого неба Это использование опоры в пении И использование диафрагмы Опора, это задействование мышц диафрагмы Чтобы выталкивать наш воздух Через голосовые связки Чтобы наш вокальный аппарат Работал как труба Это отчеканивание Субтитры